нам наш урок тора 17 урок в теме благодарность 17 урок в теме благодарность видно хорошо слышно хорошо да я надеюсь слава богу мы уже стали намного более благодарными и научились ценить уже то что слышно хорошо видно хорошо уже радует уже радует уже внушает оптимизм уже есть за что благодарить всевышнего я думаю что 17 уже уроков подряд мы изучаем тему благодарность и мы конечно уже поняли что с благодарностью жить намного лучше и благодарность это был реально ключ и к счастью и к спокойствию и ко всему то что нам обещал раб шалом аруш в начале этой книги она лично у меня сбывается то есть я вижу очень реальные такие реальные продвижения своей жизни и вижу как благодарность невероятно прямо улучшает мою жизнь и жизнь окружающих людей интересно что человек благодарный он становится источником радости источником счастья для всего своего окружения и получается что благодарность одного человека она просто приводит в мир столько света и столько добра что невозможно передать если вот у нас среднем каждый урок 200 человек слушают наш урок если каждый из нас станет благодарным вот прям целый день будет потом благодарен 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 будет благодарить всевышнего друг друга себя то мы столько божественного света приведем мир что конечно зло исчезнет у него узла не будет никакого шанса в этом мире из-за того что мы станем благодарными значит 17 17 урок 17 урок начинается с того что люби ближнего твоего как самого себя есть такая заповедь которую которая считается основой торы возлюбить ближнего как себя это вообще основа торы когда спрашивали разных великих мудрецов древности как рада дивана какая вот одна есть заповедь что вся тора в ней так рада дива говорил что значит возлюбить ближнего как себя а елель был такой елель великий мудрец он говорил что общий принцип всей торы то что тебе ненавистно не делает другому значит возлюбить ближнего как себя это в позитивной форме теперь тот же самый принцип но форме как бы через негатив это не делает другому чего не хочешь чтобы делать делали тебе и говорит нам равшала маруш что конечно же здесь говорится опять же про что про благодарность все мы хотим чтобы люди нас ценили все люди в где-то эгоисты да то есть это нормально у человека есть его внутренний мир его его тело его душа его жизни каждый из нас является центром мира для себя лично да то есть даже тора нам говорит что мы должны по утрам говорить что спасибо всевышнего что сотворил мир для меня это это правда всевышний сотворил он хотел мира бы без максима перенчука не было бы другой то есть раз есть максим перенчук раз есть лариса еребенка юрий сахно люза доль даже да то то не было бы мира без нас да то есть каждый является необходимым раз всевышний нас в этом мире создал значит каждый из нас является необходимо для этого мира ну что значит так думать это за мной это эгоизм так что получается значит если это эгоизм так думает то и高 да эгоизм эго центризм до думать что я главное теперь что больше всего мы хотим от окружающих людей мы хотим чтоб нам не надо было так думать чтоб другие люди так думали чтобы они не былиarina и истами чтобы в огне нам говорили все ты такой молодец ты такой хороший спасибо тебе то есть мы же хотели бы чтобы и другие нас признавали уважали и любили хотели бы любой нормальный человек хотел бы чтобы чтобы другие люди его любили, уважали, признавали. То, что ты хочешь для себя, возлюбить ближнего, как себя, делай для других, значит, других надо признавать, любить, уважать, хвалить и так далее. Тогда ты выполняешь заповедь, возлюбив ближнего, как себя. То есть мы бы хотели, чтобы другие нас любили, значит, мы должны любить других. Не делай другому то, чего не хотел бы, чтобы делали тебе. Конечно, каждый из нас хотел бы, чтобы, когда мы делаем другому добро, чтобы другой это добро замечал и благодарил, чтобы благодарность – это выражение того, что он заметил, что он принял, что ему это тоже важно. Значит, получается, когда мы не благодарим, не делая другому того, чего не хотел бы, чтобы делали тебе. То есть вот так граф Шоломаруш объясняет эти две заповеди. Он говорит, в каждой из них главное – это благодарность по отношению к другим людям. И самое, что мы не хотим, чтобы к нам люди относились неблагодарно, так нельзя так относиться к другим людям. Это такой он акцент. Дальше он пишет так. Значит, спасибо, что вы мне пожелали. Будь здоров, те, кто пожелали. Спасибо огромное, я очень вам за это благодарен, за ваши пожелания. И он пишет здесь, вот прям я подчеркнул. Слово «спасибо» не должно сходить с твоих уст. Им начинаются речи, им продолжаются, им же завершаются. Человек благодарный, он в первую очередь ему хорошо. То есть он все время видит полупустые стаканы, полуполные стаканы. Он все время видит вот эту полную часть. Он видит благодарность Всевышнего. Он видит благодарность людей. Он видит то, что люди хотят ему помочь. Он видит, ну то есть его мир позитивный. Я сейчас вспомнил анекдот. Приходит один домой человек и говорит, такой район новостроек, такой, знаете, Биберева или Троещина. Или какой-то такой далекий-далекий район. И он приходит домой такой счастливый. И жене говорит, о, дорогая, спасибо тебе, что ты ужин приготовил. А вообще спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты столько лет меня любишь. И спасибо тебе, значит, жену там сто раз поблагодарил. Садится кушать, говорит, ты знаешь, говорит, вот вообще я так благодарен Всевышнему, что такие люди вокруг нас живут вежливые. Вот некоторые даже говорят, что вот эти вот новые русские, которые там Мерседесов, Манакупили, Бентли, они не культурные. А я говорю, что очень культурные. Прям вообще спасибо Всевышнему. Жена говорит, в смысле? Он говорит, ты можешь себе представить, что они настолько культурные, что меня, вот, меня, значит, они знают по фамилии и еще и на вы ко мне обращаются. А его фамилия была Козлов. Она говорит, в смысле? Он говорит, ну, в смысле, я дорогу перехожу, и тут останавливается Мерседес, он высовывается из окна и говорит, ну, для вас же, Козлов, переходы сделаны. То есть, и он говорит, спасибо, говорит, что такие люди вежливые, да? То есть, весь вопрос восприятия. Понятно, да? Ну, действительно, он переходил там в неположенном месте, остановился, он говорит, на вы, и по фамилии для вас, Козлов, значит, переходы сделаны. Значит, он говорит, что слово... И дальше он говорит, следует знать, что благодарение – это не рекомендация, это обязанность. Он говорит, это и есть обязанность Исторы быть благодарным. А тот, кто неблагодарный, он, наоборот, это нарушает. И дальше он говорит, благодарность – это первейшая обязанность человека, необходимое условие для его истинной связи с Творцом. Мы обязаны, значит, мы обязаны каждый день вкладываться, вглядываться в благо, данное нам Всевышним, возносить ему хвалебную песнь, как говорится в молитве Нишмат Коль Хая. Дальше он приводит молитву, значит, Нишмат Коль Хая, есть такая молитва. Душа всего живого, значит, благословляет и благодарит тебя, есть такая молитва. Есть в молитве 18 благословений, есть благословение «Модима нахнулах», «Благодарны мы тебе». Именно в этом благословении все кланяются и говорят «Модима нахнулах», значит, мы благодарны тебе, Всевышний. И когда идет повторение молитвы, то где бы ты, в каком бы части ты ни был, если как раз произносят это, тоже нужно поклониться, сказать «Мы благодарны». Значит, дальше он говорит, что мы просто обязаны видеть добро. Мы обязаны видеть добро, и мы обязаны произносить, есть в утренней молитве «Мизмор ли туда» называется. Царь Давид постановил, что мы должны этот «Мизмор ли туда» говорить каждый-каждый день. «Мизмор ли туда» значит, сейчас у меня здесь седура нет. Ну, я вам тогда на следующий раз, я этот «Мизмор» я вам приготовлю. Это песня «Благодарение», она так называется. Он коротенький, но он очень-очень такой прям важный. Царь Давид говорил, что нужно его говорить каждый день. Значит, и в итоге, в итоге приводит он итог, что, значит, поэтому нам должно, поэтому мы должны благодарить Тебя и восхвалять Тебя, и прославлять Тебя, и благословлять, и возглашать святость, и воздавать хвалу и благодарение имени Твоему. Мы должны, сказано в молитве, и написано «Прекрасно восхвалять Тебя», или «Сколь уместно возблагодарить Тебя, Бога». Это не совет, это обязанность. Благодарить Всевышнего, прославлять Всевышнего. Известно про Юсефа, про праведника Юсефа, что имя Всевышнего всегда было на его устах. А как это имя Всевышнего всегда было на его устах? Очень просто. Он все время говорил «Баруха Шем», «Слава Богу». Слава Богу, вот Люба Миндич нас слушает. Слава Богу, Анна Генриховна Аржиховская, инструктор лечебной физкультуры, тоже нас слушает. И вот когда она будет лечебную физкультуру проводить, она может сказать «Слава Богу, что у вас, вот вы пришли». «Слава Богу, слава Богу». И это имя Всевышнего на устах. Или «Давайте-ка сейчас с Божьей помощью сделаем там пару новых движений в лечебной физкультуре». Вот так Юсеф разговаривал. Юсеф праведник, он все время говорил «Слава Богу, все, что он получал, слава Богу, все, что он хотел получить с Божьей помощью, получим». Так имя Всевышнего всегда на устах. И, значит, поэтому нам должно благодарить Тебя, восхвалять Тебя, и прославлять Тебя, и благословлять Тебя. Это он приводит в молитву, которая есть тоже в Шахарите. «И возглашать святость, и воздавать хвалу и благодарение имени Твоему. Благо нам, как хороша доля наша, и как желанна наша судьба, и как прекрасна наше наследие. Благо нам, мы, поднимаясь и лажаясь вечером, утром, дважды во всякий день провозглашаем «Шмай Истраэль», слушай Израиль, «Аденой Элоэйну», «Бог Всесильный наш», «Аденой Эхад», «Бог один». «Бог один, един», «Все это Всевышний». И даже если нам сейчас кажется, что что-то идет не так, как нам бы хотелось, надо за это благодарить, прославлять, и Всевышний знает, что делать. У него есть прекрасный план по поводу каждого из нас, по поводу мира, и, значит, мы должны его благодарить и благословлять. Все, это единственное, что мы можем сделать, самое хорошее. Хорошо, теперь практическое упражнение. Значит, 17 урок в книге «Сэнкию» Равзелик Плистин. Как это внедрить в себя? Он дает нам сегодня шикарный прямо совет, который реально может очень сильно помочь каждому из нас сделать жизнь более духовной, наполнить ее благодарностью и сделать более духовной. Значит, любая благодарность, говорит он, вообще любая благодарность, она, это ультиматили, то есть, она прямо вот, ну, ультимативна благодарность креатору, творцу и создателю. Здесь он говорит такую вещь. Есть отрывок Таилим, 89-й Таилим, третий отрывок. «Kindness builds the world». Значит, «Олам хесед и бане». Мир будет сотворен хеседом. То есть, мир, вот, да, мир, в котором мы живем, есть такое понятие, как хесед. Хесед – это, это, когда ты проактивное добро, когда ты, вот, не потому, что кто-то тебе что-то сделал хорошее, когда ты отвечаешь добром на добро, это называется гмилут хасадим, воздаяние добром. То есть, тебе помогли, ты помог. Это воздаяние добром. Хесед – это, когда тебе не помогли, а ты помогаешь, 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 потому что у тебя есть возможность, Всевышний тебе дал, и ты хочешь, у тебя есть главное желание, а второе – возможность, потому что желание важнее, чем возможность. Тот, кто хочет, он найдет возможности. Можно человеку сделать добро улыбкой, можно сказать ему то же самое спасибо, доброе слово, какой-то звонок, пять минут внимания. То есть, это все не требует больших ресурсов, это требует только желания. Когда желание – есть возможности. Если есть люди, у которых есть возможности, тогда они могут делать еще больше добра. Но вот этот хэсэд, это те люди, которые создают добро, которые инициируют добро, которые делают добро не как воздаяние, а как инициатива, проактивные люди, делающие добро. Они как раз строят мир. Теперь те, кто воздают добром, когда им сделали добро, они благодарят, те мир поддерживают. Те, кто отвечают на добро злом, они мир разрушают. Те, кто инициируют зло, они этот мир, ну это самые злодеи и злодеи. Теперь, значит, мы все должны сделать мир добрым. То есть, в этом мы уподобляемся Творцу, который, его доброта, она дает этому миру существование. А мы, когда мы делаем добро, мы поддерживаем это существование. Теперь, значит, но, он пишет здесь такой интересный момент. Градитю твоич кандес велесив. Значит, благодарность за каждую доброту, которую мы получаем, это осознание и апришиэйшин, значит, и благодарность еще, да, такое осознание и признание доброты, доброты Всевышнего. То есть, если кто-то нам делает добро, мы говорим ему спасибо, и тут же мы говорим спасибо Всевышнему, который через него послал мне добро. То есть, здесь совет, вот этот вот совет очень такой действенный и очень глубокий. И этот совет, он может добавить, он может добавить не просто happiness, счастье и улучшение отношений с людьми, но он добавляет, он добавляет духовность, spiritual experience, духовный experience. Значит, здесь он приводит историю про одного бизнесмена, который пришел к Равину и говорит, значит, у меня нет времени учить Тору, я все время погружен в материальные дела, да, материальные, то есть я с утра до ночи на работе, все. А Равину ему говорит, смотри, ты человек благодарный, он говорит, да, благодарный, культурный, культурный, люди тебе помогают, помогают. Он говорит, а ты понимаешь, что все те, кто тебе помогают, это, говорит, агенты Всевышнего, amatis agents. То есть, amatis это всесильного агенты, именно агенты, посланцы Всевышнего, агенты. Тут, говорит, я никогда об этом не задумывался, он говорит, конечно, все, что у тебя получается, все добро, которое ты получаешь, это агенты, посланцы Всевышнего. Поэтому, когда ты начинаешь это видеть, то spirituality, духовный мир, он входит в твою повседневную жизнь. То есть, когда ты за каждое добро, которое ты получаешь, ты благодаришь и человека, и Всевышнего, то ты получаешь не двойной, тройной плюс. Первый плюс ты получаешь, ты сам даешь добро, то есть, ты перестаешь быть просто эгоистичным получателем добра, а ты становишься также давателем одновременно. Потому что благодарность, это очень важная вещь, благодарность, это именно дать, да, поблагодарить это дать. И когда ты искренне благодаришь человека, то ты даешь ему тоже добро, ты становишься человеком, который дает добро. Второе. Когда ты благодаришь человека, то ты налаживаешь с людьми связь, и ты соединяешься с людьми. То есть, он помогает тебе, ты помогаешь ему. Это вместе делает такую очень новое, то, что называется синергия, отношения, энергия и так далее. То есть, это второе. То есть, ты налаживаешь действительно контакты, отношения с людьми. Третье. Это то, что здесь указано. Когда ты понимаешь, что каждый, кто делает тебе добро, он является проводником Всевышнего, да, то есть, это Всевышний делает добро, Всевышний источник всего добра в мире, то ты включаешь, спиричалить и большую духовность в свою жизнь. Это то, что Равин ему объяснил. «Find the spiritual in the material». Найди духовное в материальном. Значит, все. И вот он пишет, этот человек, да. «After applying this advice, после того, как я применил этот совет, то, значит, он начал чувствовать, как его жизнь наполнилась, моментально наполнилась и трансформировалась. И она наполнилась именно духовностью и связью со Всевышним. Это то, что мы можем делать прямо сегодня. Поэтому спасибо вам, агенты Всевышнего, за то, что вы пришли на сегодняшний урок Торы. Спасибо вам, как агентам Всевышнего, за то, что вы помогаете во экране. И сейчас, слава Богу, прямо мы видим, что любая встряска в мире, она пробуждает духовность. Столько, сколько сейчас начали помогать в Аикре. Через нас помогают, тем людям, которые хотят сейчас в Израиле, вынуждены пробудиться, защищать себя, защищать друг друга, помогать друг другу. То есть, такого духовного пробуждения, ну, я на своей памяти не помню. И очень жаль, что пришлось нам духовно пробуждаться, именно через, опять через страдания, через увещевание Всевышнего. И спасибо Всевышнему, что мы пробудились. Все равно, даже в этом мы видим, благодарим Всевышнего. Спасибо Всевышнему, что мы пробудились к большей доброте, к большей слаженности, к большей совместной прославлению Всевышнему, изучении Торы. Спасибо Всевышнему и спасибо вам. Сегодня задание дня. Это после того, как вы благодарите человека, каждого, за то добро, которое он вам делает, сразу же благодарите Всевышнего, понимая, что этот человек, он посланец Всевышнего. И тогда вы через любую благодарность, вы будете устанавливать, прямо попадать в этот мир духовности и чувствовать прямо Всевышний, он как тень от твоей правой руки. То есть ты, именно тень от твоей правой руки, это интересно, никогда не замечал. Правая рука – это обозначение хэсэта, милосердия. И чем больше ты делаешь милосердия, чем больше ты благодаришь, опять же, это тоже милосердие, то ты больше вносишь Всевышнего в свою жизнь. Все, слава Богу, видите, у нас уже 160 плюс 40, ровно 200 человек у нас сейчас на уроке. Спасибо всем, кто пришли. Поделитесь, пожалуйста, этим уроком. Подписывайтесь на все наши каналы, делитесь информацией друг с другом и со всеми хорошими, добрыми людьми. Все, всем спасибо. И чтобы Всевышний, через благодарность мы с ним соединились, и чтобы он восполнил все наши нужды. У каждого все, что ему нужно. Когда вы со Всевышним соединились, то он, как источник благословения всего, он выполнит все наши нужды. Архев пихава амалеу. Как написано, что когда ты открываешь свой рот только, благодарить Всевышнего, он его наполняет всем, что нужно. Все, удачи, успехов, до завтра. И чтобы закончилась война, чтобы все ранены вернулись домой, все пленны вернулись домой. В этой недельной главе фараон, он забрал Сару в плен, и Всевышний сказал фараону отпусти, и он ее отпустил, чтобы на этой неделе пленны вернулись домой. И как только пленны вернутся домой, закончится война. Все, всем удачи, успехов. Чтобы закончились все войны в мире, чтобы перестали люди воевать за деньги, за славу, за что-то. То есть, чтобы люди были добрые, веселые, радостные, счастливые и помогали друг другу. Субтитры сделал DimaTorzok